Внимание, матч отборочный чемпионата мира по футболу 1974 года. Сборная Советского Союза играет против команды Франции в Лужниках. Май 73-го переполнены трибуны и... Все их помню. И помню этот матч. В группе тогда у нас было три команды. Это 1-0, тогда французы выиграли. Луи Флок, 10-й, и РВ Ревели под 1-й. Я всем говорю, кто меня любит и помнит, ищите где-нибудь в ноябре в каком-нибудь ресторане. Проходите. Вот Олег на скорости. Какой результат? Они очень и очень... Володя, они... Опа! И вот здесь уже возраст стартового состава. У сборной СССР 26. Но мы летали, ирфранцем через Париж все это делалось. Не было прямых рейсов. Не было прямых рейсов. Вот. У него не было Резут Зуджашвили. Из тех, помнить, великого тренера Германа Семеновича Зонина. Не могу не сказать. Дай Бог ему здоровья. Вот. И ты головой все видел буквально. Раз посет хороший. Еще один. Дубль Арарат в том сезоне сделал. Да. Ну, это еще только начало того. Более того, у него же родители. Мама легкая ветка очень известная. И гены, видимо, эти есть. Опять Блохин. Опять Блохин. И за счет скорости, сколько он играл. Голов у него на даче один. Просто воспоминания такие. Это великий футболист. Все, что связано с нападением, конечно, со скоростью. Он, кстати, рекордсмен. У Франции по числу чемпионских титулов до сих пор 7. У него все в составе Сент-Этьен. Он выиграл. Для Франции это вообще... Витя Кузнецов, капитан команды Зари. Игрок, который вел играть. Тут вопросов нет. Просто классный. Ну, так мы где-то уже в штрафную туда пошли. Но сейчас многие скажут, ну как же так? Нельзя отдавать мяч вратарю? Нет. В то время можно было отдавать мяч. И не один раз можно было отдавать. Аркашка Андресян. Пас. Ай-яй-яй. Ну. Да. Если получать Блохин, ну, вход дал. Ну, вот здесь тренеры сборной Советского Союза рядом с Горянским Алексей. Поле, сразу хочу сказать, не искусственное, ребята, как сейчас. Нормально, оказывается, можно было в мае. Великолепно. Было просто потерять мяч, куда-нибудь дыма. Аркашка подает. Опасный момент. Блохин головой пытался пробить, но не очень здорово получилось. А здесь Андресян едва мяч не потерял. Это Шьеза вернулся назад. Да. И вот из-за спины защитника выскативает Блохин. На ум брат был Сережа Кузнецов. Потом в киевском Динамо играл. Какое-то время. Опа, опа. Ну, вот первый раз Барателли действительно выручает. Хотя вроде не сильный удар. Но в самый уголочек мяч направлял Блохин. Вот это Васенин, по-моему, Васенин. Ой, как складно-то было-то головой здесь. Потом и, собственно, до сих пор он уже по разным странам работает. В основном в Африке. Камерун, Марокко, Тунис, Кот-Дивар, ну и так дальше. Да, Кенни. На грузинской дороге там много грузин. Ну, вот сыграли. И Эдик Маркаров за нас сыграл. Установку, что не выбивать, а судья должен сам останавливать. Кстати, уже время кончилось. Первая тайма. Это идет 46-ая минута. Олег индивидуалист был. Ни с кем не играет в пас. Но, может, поэтому он и забивал столько голов. Личный. Длинная передача. На Блохина. Блохин. Немножко неудачно. Кузнецов. Ай. Вот когда Володя Онищенко забьет гол, он сделает кульбит такой, кувырок. Что вот так-то будет быстрая передача на фланг. Как врываться при полном штрафную. Вот. Здесь вот за счет середины поля у нас каждый как бы сам по себе все-таки. Ну вот Хурцлава пробил издали. И не очень приятный был для вратаря удар, потому что мяч он нырял как бы под него. Но технично было. Ну и надо признать, вратарь как-то уж неудачно совершенно ловил этот мяч. Мяч-то довольно-таки легкий был. Ну да, все равно не отпустил. Хочется вот вспомнить все и проехать по местам боевой и трудовой славы. У меня такая идея фикса. И в Ташкенте. И притом издалека, но так не обладая пока. И загнали его на Камчатку. Олег, 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 давай, давай, родной, давай. Ну, тоже. Так, сколько я таких проходов у Блохина видел? И сколько заканчивалось голым? Не случайно он наш лучший бомбардир всех времен и народов. Ну, все-таки защитники приспосабливают. Обычно я, в общем-то, такой атакующий защитник был и подключался много. Ну и... Да-да-да, вот слева это Евгений Иванович Горянский и Алексей Александрович Пановарев. И думаю, что здесь разговор был о том, что все-таки использовать скорость Блохина и доводить до него мяч в таких ситуациях, чтобы он оставался один на один с защитником. А в ось куда-нибудь двинут этот мяч? А кого заменил Ольшанский? Ольшанский вместо Виктора Кузнецова, вашего. Да, понятно. Портажа, что пришла телеграмма игрокам сборной от игроков хоккейной сборной, которая вот буквально... В какой момент? Ну... Мунтян! Ой-ю-ю! Не получается удар вообще. Хоккейная сборная стала чемпионом мира буквально за месяц до этого. В Москве я, причем, проходил второй раз мировой чемпионат. Действительно была такая телеграмма? Или это... Я не могу... И с Шадрином, и с Якушем, Шалимовым. Ну, с тем поколением, да? С Валерко Харлавовым были... Ну, сказать, близкие друзья, наверное, нет, но друзья были. Иногда встречаюсь с ним сейчас. Приятно встречаться с ним. А он за последнее время... Он же и работал и в Грузии, и там дежурит. И я канистру поставил. Когда я пришел к сумке своей, канистры была пустая. Это французы, это Гордон был. Это свободный удар. Фалил, да? Да, да, да. Надо объяснить многим людям, которые смотрят футбол и не понимают, как определяется, вот как мы определяем здесь, был свободный или штрафной. Они различаются тем, что со свободного нельзя ударить поворотом сразу. Если мяч улетит, никого не задев, то... Рядом с капличным. Опять же, вот смотрите, тренеры не делают бетон. Не техника была, а вот физика. Потом бразильцы сравнялись... Вот резор. Опа! Нарушение. Нет, нет. Не было, не было. Руками. Есть! И Олег получил по голове. Вот он праздник. По-моему, Аркаша, да, Аркаша Андресян дал великолепный пас. Вот это тот самый случай, о котором я говорил. Надо найти возможность точно дать Блохину, когда он в отрыв пошел. Между двумя защитниками мяч опускается. Ну, один вообще... Трезор, кстати, трезор сзади, да, не успевает. Не знаю. Не могу ответить даже на этот вопрос, ответить не могу. Ну, и... 81-я минута. Вот так долго ждали. Как пацану поехал на свой первый чемпионат в Мексику. Мне там 21 год всего был. И казалось, вся футбольная жизнь впереди. Па то! Субтитры подогнал «Симон»!